Всем привет дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о коляске, которая появилась в ассортименте сети магазинов. Первая коляска, моделька от компании Mutsi, Evo 2 называется. Напомню, Mutsi вообще это Нидерланды. Да, насколько помню, Нидерланды. И все производители из Нидерланд, по-моему, вот как сговорились и делают всегда очень интересные, хорошие продукты. Вот, и это, естественно, не исключение. Один ее только дизайн, посмотрите, чего стоит. Такой милитари стили, такие вот ткани, они видно, что это очень износостойкие материалы. Такие ткани не только, естественно, в колясках используются, но и в одежде, спецовках, так и спецодежде даже, скажем так. И очень-очень живучие материалы. Тактильные они приятные, живучие, выглядят классно. В общем, как по мне, дизайн и материалы здесь совместили очень-очень удачно. Плюс ко всему, коричневая эко-кожа, знаете, так очень сочетается со вставочками, всякими замочками, с коричневыми такими вот накладочками. В общем, по дизайну, естественно, это вкусовщина, но лично мне очень-очень сильно нравится мне. Так, два в одном комплектацию будем изучать. Начнем с вами вот с этой люлечки. Сразу хочу обратить внимание, здесь вот такая вот есть система, вот ремешок. Он нам нужен для того, чтобы транспортировать люльку. Переносить было удобно. Но можно брать и вот здесь тоже можно переносить. Но вот как-то вот на ремнях все это выглядит увереннее. Вот. И, как говорится, у вас есть хотя бы выбор. Вы или на ремешках, с ремешками это делаете, или же без них. Его можно снять. Здесь сбоку у нас есть кармашек, куда это все можно убрать. Я просто пока в сторонку отложу. Вот. Поэтому вот такое вот интересное решение здесь применили. Так, смотрите. Козырек у нас здесь нормальный. Глубоко сюда заходит. Есть вот такое окошечко. Все это дело можно вот так подвернуть, зафиксировать. Все это понятно. Здесь все нормально. Вот здесь вот это фейковые кармашки. Они чисто дизайнерскую роль играют. Я тоже думаю, ох, сколько кармашков. Но нет. Все в угоду дизайну сделано. Так. По размеру. Сейчас давайте я посмотрю. 77 на 32. Классическая, большая, современная люлька, которая прекрасно вместит любого ребеночка. Вот такая вот накидочка. Сбоку она у нас на кнопочках. Фиксируется. И плюс дополнительно липучками. Чтобы уж наверняка. Давайте заглянем внутрь. Здесь у нас внутри все хорошо. Классные материалы. Хороший такой классный матрасик. Деревянное дно, что немаловажно многим. Дышащий матрасик. Он такой толстенький. Мягенький. В общем, ребеночку будет комфортно. Это 100%. В общем, вот такая вот интересная люлька получилась. Как по мне, ничего лишнего. Ну, не знаю. Только вот эта переносочка. Если она вам нужна. Надо снимать. Пользуйтесь. Не надо. Сняли. Поэтому про люльку здесь особо много не расскажешь. Нормальная классическая люлька. Вот у нас основание. На основании у нас есть ножки, чтобы мы могли аккуратно ставить куда-то и не бояться, что она повредится. В общем, все окей. Так, смотрите. Люлька устанавливается на адаптеры, которые нужно будет снять, чтобы поставить прогулочный блок. Я их убираю. Сейчас они нам не нужны. И ставим с вами прогулочный блок. Прогулочный блок, естественно, реверсивный. И по ходу, и против хода его можно ставить. Давайте я его, например, против хода поставлю сразу. Сразу хочу заметить, чтобы сложить коляску с прогулочным блоком, нужно ставить против хода. Тогда она складывается аккуратно. Если по ходу складываете, она будет в два раза больше. Поэтому имейте в виду, если аккуратно, компактно сложить, только против хода нужно будет переставить. Но это я вам покажу. Так, прогулочный блок, что из себя представляет? Собственно, стандартная ситуация. Подножечка. Естественно, все это дело у нас есть. Вот максимальное положение, которое мы имеем. Сколько градусов? 170, по-моему. Даже нет. 165 градусов. Не полностью горизонтальная поверхность. Но, в принципе, достаточно, чтобы ребенок мог нормально поспать. Пятиточечные ремни. Все стандартно. Мягкие накладки есть и на плечевой зоне, и на паховой. Все нормально. Бампер, естественно. Бампер, он у нас регулируется по наклончику. Как калиточка, к сожалению, его откинуть не получится. Он настолько имеет вот такую регулировку. И все, больше ничего. Ну, в принципе, чтобы посадить, можно опустить его вниз. Потом поднимать. Но, конечно, как калиточка, откидывающаяся бампера, да, вот это вот самый хороший вариант. Так, в целом, нормальный, большой, стандартный блок, где ребенок будет нормально помещаться. Козырек давайте заценим с вами. Здесь дополнительная секция, которую я открыл. Закрываем. Остается всего две секции. Также у нас в козырьке есть с вами смотровое окошечко с москитной сеточкой. Также все можно подвернуть. Все, чтобы было красиво. В общем, с этим все нормально. Все продумали. Ничего не забыли. Спинка регулируется у нас с помощью вот такого вот щежочка. Поднимаем тоже. Так же. Вот, собственно, как это выглядит. Давайте теперь с вами посмотрим на раму, на шасси, что она из себя представляет. Давайте с ручки начнем. Ручка у нас, видите, в очень широком диапазоне регулируется. Поэтому любого роста человек, очень-очень невысокий, да очень высокого, подберет себе нужную высоту. Вот 186 мой рост. И я бы даже немножечко опустил. Поэтому имейте в виду, диапазон здесь шикарный. Ручка у нас здесь из эко-кожи, с хорошей прострочкой. Такой же у нас, соответственно, бампер. С этим все понятно. Вот, все регулируется, все нормально. Так, что касается самой рамы. Рама здесь, естественно, металлическая. Куда без этого. Я ее по-всячески нажимал, на бок заваливал. Пытался добиться каких-то хрустов, скрипов. Ничего этого нет. Сборка отличная. Никаких призвуков, намеков на некачественную сборку. Здесь даже близко нет. Здесь очень неплохая амортизация. И спереди, и сзади. Плавность хода у нее действительно хорошая. Колеса здесь полиуретановые. Полиуретановые, не проколите. И она легкая, относительно, конечно. У нее с люлькой вес 12,5 см, с сидением 11,5 см. Это вес обычной такой книжечки-прогулочки, где блок не реверсивный. Поэтому для такого вот формата, это вполне себе не тяжелая колясочка. Имейте в виду. Так, насчет багажника. Большущий доступ. Легко сюда попасть. Здесь сразу вшиты пластины, чтобы багажник сильно не провисал. Из недостатков. Вот здесь вот я бы, конечно, еще чуть-чуть бортик поднял. Потому что он не такой большой, вместительный. И в принципе все нормально. Но вот здесь бортик бы я поднял, чтобы что-нибудь более такое большое не имело возможности выпасть отсюда, когда вы заезжаете на бордюр. Поребрик. Вот. Поэтому имейте в виду. Есть такая особенность. Тормоз. Нажали, нажали. Оба раза сверху нажимаем. И не нужно ковырять обувью, ничего. В общем, с этим все нормально. Вот. Поэтому, что касается рамы, сборка хорошая, амортизация хорошая. Колеса большие. Зимой вообще будете прекрасно везде ездить. И проходимость у нее хорошая. Давайте теперь я покажу, как она складывается. Потому что вот есть нюанс. Мы можем нормально, по-человечески сложить, только когда она против хода. Убираем. Вот. Опускаем вниз бампер, чтобы он не мешал. Он же регулируется, я вам говорю. Вот так опускаем. Потом вот здесь снизу две кнопочки. И вот, что мы имеем. Вот так она опускается. Вот. Вот так она у нас в сложенном виде. И если бы она сейчас развернулась, получается, вот сюда бы торчала. Поэтому имейте в виду, вот в сложенном виде вполне себе достаточно компактно в багажник. Можно ее как-то упаковать. Так. Чтобы разложить, нам нужно вот здесь фиксатор не забыть убирать. Вот так это происходит. Возвращаем обратно сидушку. Вот. Собственно, как по большому счету, что хотел рассказать, я вам рассказал. Комплектацию давайте проверим. Адаптеры для установки люльки. Они-то есть. Так, люлька, капюшон, сиденье. Ну, собственно, по большому счету, комплектация не богатая. Но цена вот для этого сегмента у нее тоже не завышена. Поэтому здесь можно что-то, конечно, там докупить отдельно. Там даже девичок, что-то еще. Можно взять универсальный, там за 300-400 рублей. И не тратиться на оригинал задорого. Поэтому, в принципе, небогатую комплектацию можно пережить, учитывая стоимость. Стоимость нормальная для премиального сегмента. Поэтому все хорошо. Как по мне, вот я люблю коричневые ручки, вот эти материалы. Вот это вот сочетание все. Большое шасси, мягкая амортизация. Я выбираю коляску. Выбирал, когда росли дети. Исходя из практичности, мягкость, большой багажник, вместительная. Чтобы ткани были надежные. Потому что то в стену заденешь, то в багажнике, то дернешь, потащишь. Чтобы они были достаточно прочные, не рвались. Плавность хода очень важный момент. Диапазон регулировки ручки. В общем, все, что под мои параметры, когда я выбирал, мне нужно было. Здесь все это есть. Плюс очень адекватная цена. Как по мне, повторюсь. За такое качество. Поэтому, если ищете что-нибудь такое интересненькое, рекомендую вам обратить на нее внимание. Не проходите мимо. Приезжайте в магазины. Первая коляска. В каком городе вы, я не знаю. Но один из магазинов по России есть. Приезжайте, если есть в вашем городе. Смотрите, убедитесь в словах, что я в обзоре сейчас все рассказал вам. Я думаю, она вам понравится как минимум. И в вашем списке она должна быть. Выбор, я имею в виду, ваш список выборов. Вот, собственно, и все. Хочу лишь пожелать хороший, грамотный выбор сделать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если обзор понравился. И всего доброго вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok